В Беларусь, как и обещали синоптики, пришли метели. Солигорск не стал исключением. Сегодня на улицах города снежная каша. Проезжую часть убирает коммунальная техника. Сложнее всего во дворах, где из-за припаркованных автомобилей спецтехника просто не может пройти. Не выигрыш оказались и пешеходы. Движение местами затруднено. Сегодня у коммунальных служб снежная тема номер один. А уборка города остается на личном контроле у председателя Солигорского районного исполнительного комитета. Общими усилиями с непогодой справиться можно. Снегоуборочная техника в эти дни работает в режиме нон-стоп. Круглосуточно. На полигон из города уже вывезено несколько тысяч тонн снега. Для водителей коммунальной службы рабочие смены в такую жаркую пору не охлаждает даже мину за окном. Улица Ленина. Расчистка дороги проходит быстро, однако на пути препятствия. Подснежники, так называют, брошенные автоводители со стажем. Вот и получается, незваные гости в колонии спецтехники – потеря времени и осложнение работы. Одна проблема старая. Припаркованные на проезжей части машины. Не было бы машин, было бы, конечно, это всё делалось быстрее намного. Сложные погодные условия ухудшают ситуацию на дорогах. Возможны заносы. ГАИ призывает водителей быть максимально внимательными. Выбирать безопасный скоростной режим и соблюдать дистанцию. В Солигорском районе на дорогах спокойно в выходные по линии ГАИ зарегистрировано всего несколько мелких ДТП. Госавтоинспекторы в эти дни частично взяли на себя роль спасателей. Доставали из-под снега машины. Однако те авто, которые в эти дни припаркуют на проезжей части, будут эвакуированы на штрафстоянку. Обращаюсь к вам с такой просьбой. Убрать припаркованные автомобили, которые стоят у края проезжей части. С тем, чтобы транспорт ЖКХ расчистил всю прилегающую территорию. Ваши автомобили очень мешают работе транспорта ЖКХ. Если транспорт не будет убираться с прилегающей территории и он будет мешать работе ЖКХ, данные транспортные средства будут эвакуироваться на штрафную площадку. Снегоуборочной техники рабочих рук явно недостаточно. Городские власти обратились за помощью ко всем организациям. В связи с выпадением большого количества снега, оперативные службы Солигорского района приведены на особый режим работы. Согласно распоряжению Солигорского районного исполнительного комитета, уборкой улиц занимается не только ЖКХ и дорожные службы, но и все организации и учреждения района. Сегодня в уборке улиц задействованы порядка 100 единиц специальной техники. Совместными усилиями удалось избежать заторов и задержек движения, а также нарушения нормальной жизнедеятельности населения. Надеясь на сознательность граждан, руководство Солигорского районного исполнительного комитета, Солигорский ГорЧС, обращается к жителям города и района принять активное участие в уборке от снега своих придомовых территорий, а также мест стоянки личного автотранспорта. К уборке дворов от снега активно подключились и горожане. Вот так, ни словом, а делом, совместными усилиями справимся. Считает Владимир Николаевич. Мужчина и сам с лопатой вышел и организовал на уборку соседей. У нас еще соседи, слава богу, хорошие. Все чистят, помогают. Сказать честно, трудности никакой не составляет. Вот и все. Что я могу сказать им. Если все возьмемся, и все будет чисто. Город готов принять помощь всех неравнодушных жителей. Солигорчан, которые намерены поработать со снегом, снабдят всем необходимым инвентарем. Для этого достаточно обратиться в свой ЖЭС. Снега много и очень тяжело. Рабочие наши работали вчера, сегодня работают также. Дополнительно были выведены также подсобные люди, и слесора сантехники, и общественники, которые отрабатывают у нас. Также вышли на работу. Но много жильцов, конечно, расчистили. Я еще хочу обратиться к жильцам своего микрорайона, чтобы они приходили, помогли нам. Лопаты у нас есть. Для этого ничего не надо. Просто прийти, записаться, взять лопату, оставить номер своего телефона. Анатолий Будько один из первых вышел на борьбу с сугробами в своем дворе. Второй выходной с лопатой в руках. Результат – гордость за проделанную работу. Вот сегодня проявил инициативу, чтобы откопать свою машину, почистить немножко двор вокруг лежащего, так сказать, мне дома. Ну, хочу помочь нашим работникам. Так сказать, субботник, воскресенье. На помощь городу пришли и волонтеры. В каждом ЖЭСе были организованы мобильные группы по уборке снега. Расчищали дворы, стоянки, откопали несколько машин. Работа транспорт, надо убирать машины свои. Никто больше не почистит, как сами. Нужно самим как-то всем собираться и очистить. Потому что тяжело тут и проехать, и пройти тяжело. Для себя-то хотя бы помогли. Причем здесь ЖКУ. Хотя бы сами себе машины почищали. Ну, немножко подбрасывать снежку. Ну, мы справляемся. Вот вчера немножко почистили, сегодня. Считаю, что ЖКХ справиться совсем сам не сможет, конечно, если такие снегопады. Считаю, что каждый возитель должен подойти, помочь раскопать, даже если есть хоть не надо, свой автомобиль. 20 сантиметров снега только за сутки. Гражданам рекомендуют не оставлять детей на улице без присмотра. А самим чаще посматривать вверх. На крышах скопилось опасное количество снега и льда. За ситуацией следят спасатели. Сегодня активно убирают снег. И в четвертом – ЖЭСе. Жильцы, волонтеры и съемочная группа Солигорского телевизионного канала поработала, засучив рукава. Оказывается, побороться со снежной стихией совершенно просто. Достаточно рукавиц, лопаты и бодрости духа. Тем более коллективный труд во время рабочего дня только поднимает настроение. Страна продолжает жить в режиме ожидания. И если верить синоптикам, в ближайшие дни ожидается еще снег, порывистый ветер и усиление морозов. Оранжевый прогноз сохранится как минимум до середины следующей недели. Продолжение следует...